Прежде чем мы начнем, я тогда позволю себе представиться, с вашего позволения, значит, мы являемся юридической фирмой LegalMax и уже много лет я и мои коллеги оказываем профессиональное правовое сопровождение как раз с журналистской деятельностью, деятельностью средств массовой информации, как в вопросах защиты авторских прав, так и по всему иному кругу вопросов, с которыми сталкиваются масс-медиа, а именно проблемы, связанные с деформацией, проблемы с защитой. Честь и достоинство, проблемы блокировки их материалов, скажем, в сетях, проблемы вообще правового сопровождения всех аспектов, связанных с деятельностью журналистов, потому что это очень-очень многогранная тема и вопросов, соответственно, очень много. Я, возможно, о каких-то отдельных кейсах, о каких-то делах судебных, которые могут повлиять на вашу деятельность так или иначе, короче, эти эпизоды в рамках нашего общения. Но самое главное, что я хочу сказать, что у нас есть глубокое понимание проблематики как с точки зрения обычных, скажем, обычной деятельности блогеров, там, скажем, небольшой аудитории, так и больших СМИ с большим массивом, скажем, пользователей, слушателей. Поэтому я постараюсь охватить как бы те, эти платформы, поэтому, если у вас будут какие-то уточнения, пишите как раз-таки их в комментариях для того, чтобы мы могли в рабочем порядке все это пояснять. Прежде чем начнем, вообще скажу, что та тема, которую мы сегодня поднимаем, она, можно сказать, практически необъятная. Объятная, необъятная, очень сложная. Поэтому, наверное, я буду говорить о неких общих принципах, да, связанных с авторскими правами вообще в социальных сетях, в интернете, потому что они применимы в той или иной степени как YouTube, так и к продуктам на основе платформы Мета. Но это также будет применимо, наверное, и к другим форматам, скажем, вещания, к другим вопросам обнародования вашего контента, ваших материалов. Поэтому я буду говорить в большинстве своем о неких поверхностных вопросах, поэтому есть уточнения будут с вашей стороны, они только приветствуются. Почему еще я буду говорить, наверное, о базовых вещах, не углубляясь во многие детали, чего, наверное, от меня ждут. Почему? Потому что, насколько я знаю, насколько я понимаю, здесь наша аудитория сегодня, она очень, скажем, разнородная, даже с разных юрисдикций, там Узбекистан, Казахстан, другие страны. Во многом те или иные аспекты, которые мы будем сегодня поднимать, они регулируются помимо правил, скажем, того же YouTube, Google, Мета и так далее. Они также регулируются и национальным правом, охватить которое очень-очень тяжело в рамках текущей одной дискуссии. Поэтому мы будем говорить об общих принципах права, может быть, с какими-то отдельными отсылками. И в целом, я надеюсь, в конечном итоге у вас будет представление, в каком направлении работать и на что обращать внимание. Наверное, основной мой посыл и основная задача нашей текущей первой такой ознакомительной лекции, такой дискуссии, как раз-таки в этом, чтобы у вас было понимание принципов, потому что углубляться можно до бесконечности, и у всех ситуации, они очень специфичны. Как говорится, однообразной ситуации практически не бывает, потому что очень много разных составляющих. Вот. Если я говорю где-то немножко сложно, потому что, опять-таки, у меня профдеформация, я, наверное, могу иногда говорить какими-то терминами и так далее, вы тоже не сдерживайте себя, всегда можете уточнять это все в комментариях, я постараюсь исправиться. Ну, в общем, если переходить к теме, то тема действительно очень важная. И когда я узнал от организаторов о возможности общения с вами, я, на самом деле, хотел действительно поднять тему именно авторских прав в масс-медиа, блогерском движении и так далее, но готовясь к теме, да, точнее даже вот проанализируя возможный сценарий, я пришел к тому, что, на самом деле, говорить только лишь об авторском праве в текущей дискуссии, наверное, это будет не совсем полноценно и верно. Почему? Потому что авторское право – это лишь один из инструментов, связанный с деятельностью любой активности в YouTube и, скажем, на других платформах. Я, давайте, буду говорить, наверное, в большей степени вообще в принципе о платформах, может быть, не акцентировать внимание конкретно на YouTube, чтобы не повторяться. И здесь очень важно сказать, что то, что делают, допустим, блогеры, то, что делают журналисты, и то, что делают масс-медиа, это на текущем этапе очень и очень, скажем, важная деятельность в контексте вещания и направления нашего общества в правильное русло. Конечно, это не всегда бывает так, но мы сейчас говорим о best practices, о том, к чему мы действительно должны стремиться. Поэтому мы исходим из презумпции того, что все, кто сегодня здесь или те, кто будут слушать нас в будущем, осуществляют это в рамках своей профессиональной деятельности именно как журналисты, не как профессиональная деятельность фиксировать, что делают журналисты. Ну, или то, что фиксирует, что происходит сейчас. Но суть того, что то, что делается журналистами, зачастую, конечно же, не всегда удовлетворяет или не всегда способствует тем или иным, скажем, группам лиц, тем или иным элитам, и поэтому зачастую авторские права – это не только инструмент защиты для, скажем, создателей контента или правообладателей, очень часто инструменты авторского права используются, наоборот, для блокирования того или иного контента со стороны лиц, для которых блокирование контента является основной работой, скажем так. Я постараюсь иногда метафорично говорить, но я думаю, вы все поймете. И, соответственно, то, что делает СМИ, а это то, что на самом деле есть четвертая власть, скажем так, мы сейчас, может быть, небольшой экскурс даже в политологию для построения фундамента нашей беседы, если сделаем. Это как раз таки то, что благодаря тому, что есть четвертая власть, есть и другие все ветви власти, которые без этого просто они быть не могут. То есть если нету СМИ, если нету блогерского движения, то, значит, и нету всех остальных ветвей власти, что они формальны, это и есть автократия, с чем зачастую мы также сталкиваемся. Поэтому авторские права – это обоюдоострый меч. Он может как защищать, так и может как раз таки пресекать ту или иную деятельность. И как раз таки, чтобы это не случилось, я думаю, основной вектор – мой посыл как раз таки разъяснить вам, как этим инструментом пользоваться. Авторские права регулируются в каждой стране индивидуально. То есть в наших странах, будь то Викстан, Казахстан, другие страны, есть собственный национальный закон об авторских правах. Но когда мы говорим о средствах массовой информации, таких как YouTube, Telegram, другие сети, то здесь наряду с национальным регулированием есть наднациональное регулирование, которое не всегда имеет прямое отношение к нашим странам, но тем не менее регулятор, точнее не регулятор, а сама платформа их использует. Что я хочу сказать? Допустим, когда речь идет о том, о блокировке контента в сети, либо о вопросах модерации того или иного материала, зачастую YouTube регулируется собственными правилами, основанными на законодательствах, как правила США, либо на законодательствах отдельных стран Европы, там Ирландии и так далее. Но это опять-таки индивидуальный случай, сейчас не будет углубляться. И, соответственно, вопрос возникает о том, насколько те нормативные акты, насколько те регулятивные правила, которые использует YouTube, применимы к нам в наших юрисдикциях. Мы можем в этом много спорить, но давайте исходить из того, что де-факто эти правила применяются, они наднациональны. Я вот сделал для себя небольшую, скажем так, небольшую шпаргалку, я буду порой смотреть и разделю сегодняшнюю нашу, скажем, лекцию на два основных этапа. Это то, как понимать авторские права и то, как трактовать те или иные объекты относительно тому, кому они принадлежат. Это очень важно. То есть когда, как правило, скажем, обычный пользователь загружает тот или иной материал в сеть, тут возникает два вопроса. Первое. Является ли он автором этого контента? И второе. Если не он является автором, то кто является автором? Это вопросы фундаментальны. И здесь этот как раз инструмент и зачастую используется, особенно когда мы говорим о демократических СМИ, для блокировки контента, потому что цензура, которая присутствует в тех или иных странах или тот масштаб цензуры, который есть, он может быть и мягкий, он может быть и тот, к которому мы привыкли. Соответственно, как раз авторский прав используется непосредственно для блокировки с точки зрения соотнесения или несоотнесения к каким-то цензурным аспектам. Поэтому очень важно понимать, что есть объект авторского права. И тут мы должны сказать, что на самом деле все, что, грубо говоря, создано чужим творческим трудом, уже представляет собой объект авторского права. То есть это могут быть какие-то визуальные произведения, это могут быть аудиопроизведения, это могут быть тексты, это могут быть рисунки, это могут быть какие-то сложные композиционные объекты, виде фильмов, видеороликов и так далее. Все это представляет некий объект авторского права, который представляет для кого-то ценным, как правило, для его создателя. Поэтому, исходя из той презумпции, что мы загружаем тот или иной материал, и используем какие-то элементы, которые мы не создаем сами, это как раз-таки говорит о том, что мы используем в своем объекте чужие объекты авторского права. Я надеюсь, вот это самый главный консенс, который вы должны поймать. То есть все, что не создано вами, но представляет какую-то ценность для кого-то, и создано творческим трудом, это является объектом чужого авторского права. И даже если мы не знаем, кому принадлежит это авторское право, это не означает, что мы можем его просто так вот взять и использовать. Тут есть определенные, скажем, такие нарративы, которые присутствуют в юрналистском сообществе, у блогеров, которые на самом деле не совсем верны, а именно. То есть многие считают, что если они напрямую не связаны с их прибыль, то те или иные эпизоды из чужих произведений, из песен, из видеоматериалов, они могут быть использованы. То есть если они не зарабатываются на них, они могут быть использованы. Это неверно. Это неверно, и это надо понимать. Есть определенные исключения, конечно же. Мы о них тоже сейчас будем говорить, когда такой контент в ряде других, скажем, случаях. Но, как правило, если мы сейчас говорили про профессиональную деятельность в YouTube или других сетях, то эта деятельность имеет некий коммерческий характер. Пускай даже это информационные СМИ, которые дают новостные материалы и новости, но конечная задача любого СМИ, как и другой коммерческой организации, конечно, если же это не коммерческая организация, а мы говорим о стандартных редакциях, то это извлечение прибыли. Поэтому любое использование даже небольших, скажем, эпизодов чужих объектов, это является... Кстати, спасибо организаторам, сейчас разместили слайд о нашей компании. Здесь вот как раз есть ссылка на Инстаграм, вы можете к нему подписаться, и мы зачастую через наши социальные сети, которые ведет наша компания, распространяем информацию, которая может быть полезна конечным пользователям, таким, как вы, направлены на то, чтобы повышать правовую грамотность или избегать каких-то случаев, которые могут повлечь ту или иную ответственность. Поэтому я думаю, это будет полезным. Я призываю вас, скажем, подписаться на наши каналы. Вот. И возвращаясь к теме, хочу сказать, что самое главное, что вы должны понимать, что само по себе использование, даже бесплатных, скажем, контент, которого вы планируете распространять на неких безобразных началах чужих объектов, это уже является нарушением. Причем это неважно, это будет ли большая ставка, либо маленькая ставка, либо эпизодичная ставка, все это является нарушением. Тут, наверное, будет вопрос, почему многие этого используют. Да, это действительно так. Наверное, это связано с тем, и не наверно, наверное, точно, потому что, во-первых, объем нарушений в сети очень большой. И те механические или автоматические алгоритмы, которые присутствуют в Facebook, либо YouTube и так далее, они зачастую не позволяют отслеживать этот контент и снимать его автоматически, хотя таких случаев очень много. Более того, те инструменты, которые есть в YouTube, которые автоматически отслеживают нарушения, скажем, у пользователей, есть такие системы, как Content ID и так далее, они, конечно же, позволяют делать определенный ресурс, но они имеют, скажем, определенные нюансы. Если вы используете, допустим, чужие слайды, чужие изображения или вообще изображения третьих лиц, которые никакого отношения к ним не имеют, то их достаточно сложно выявлять. И если нет прямого обращения, стояной жалобы от потерпевшей стороны или от заинтересованной стороны, такой контент может длительное время оставаться в сети, что создает иллюзию об отсутствии нарушений. Но на самом деле это не так, и в нужных руках, при нужном умысле и контенте. И, скажем, задача этот контент может быть снят третьими лицами в порядке, который уже не связан с какими-то автоматическими ресурсами, а делается в рабочем порядке, скажем так, руками либо индивидуально. Второй момент, что я хотел бы прояснить, это то, что зачастую блогеры и журналисты, скажем, коллеги из медиа, зачастую путают, что такое плагиат, а что такое нарушение авторских прав. И мы видим, что на практике на текущий момент вообще ценность авторских прав в интернете, она очень, скажем так, ее ценность то падает, то поднимается в зависимости от того, о каком контенте идет речь. Что я имею в виду? Потому что мы видим, что, допустим, когда мы говорим о новостях, то сами новости, они не могут быть объектом авторского права, потому что их подача, их преподнесение под разным словом, под разной оценкой, которую этот контент создает. Поэтому, несмотря на то, что есть творческий начал в данном случае, сама основа этой новости, сам инфоповод, он не может быть охраняемым объектом. Поэтому защита, скажем, как фото-контента связанного с новостями, она не имеет никакой экономической ценности. Как вы можете видеть, что одна и та же новость, она может появляться одновременно на протяжении очень короткого времени, в десятках и сотнях СМИ. Другое дело, что если дается собственный оценок, который на новом инфоповоде, но зачастую мы видим, что на тех или иных ресурсах, особенно это в наших странах, часто практикуется, та или иная новость просто перепечатывается один в один. То есть вы можете разместить на свою ресурсную новость со своей оценкой, и один в один она появится, скажем, у ваших конкурентов, либо на каких-то других площадках. И тут как раз-таки вот этот случай, он называется плагиатом. То есть плагиат – это присвоение авторства. То есть если размещается видеоматериал, либо текстовый материал, без ссылки непосредственно на первичного автора, то есть на вас, без ссылки на правовладателя того или иного издания и так далее, без других индицирующих признаков, то, безусловно, это является грубейшим фактом нарушения прав, которое вы можете использовать для стратегии защиты, для блокирования этого контента, о чем мы тоже будем говорить. Но если речь идет о том, что ваша новость положена в основу другого материала, который интерпретирован, исходя из таких творческих начала того лица, кто это делает, то, исходя из этого, как правило, такие случаи нарушением не являются. Тут, опять-таки, есть такое понятие, а именно случай, скажем, надлежащего использования либо критериев надлежащего использования. То есть если, допустим, опять-таки, тут, наверное, очень много будем приводить каких-то примеров, чтобы довести этот материал, что если ваш материал использован полностью или лишь только один абзац или пару строчек есть внешних, которые созданы третьими лицами, которые что-то там подчеркивают, то, конечно же, это является нарушением. Но если для того, чтобы довести иную совершенно мысль некоего нового автора, было использовано ваше произведение в тех или иных выдержках в той степени и в том объеме, в каком это нужно для доведения новой мысли или создания нового объекта без причинения вам какого-то ущерба, это уже нарушением не является. Я вот могу сказать здесь такое вот неписанное правило вообще в вопросе авторских прав, как определять объем, есть ли нарушение или нет, надо ставить себя на место первичного правовладателя и понимать, нанесен ли ему ущерб или нет, то есть повлияет ли это на капитализацию или на монетизацию его контента или нет, повлечет ли это смешение, отождествление вашего материала с его материалом относительно авторства и ценности этого материала для пользователей. Если да, то это нарушение, если нет, то это, как правило, может быть использовано в случаях, опять-таки, должного, надлежащего использования без, скажем так, привлечения вреда основному контенту. Поэтому вопросы, плагиаты и нарушения авторских прав это очень смежные вещи, но это надо понимать, что когда речь идет о частичном использовании, либо когда речь идет о присвоении авторства. Вообще, в большинстве стран присвоение авторства это вообще уголовно наказуемое дело, даже при отсутствии, скажем, экономических последствий. Это очень тонкий момент. Допустим, такой яркий пример, я могу точно сказать, он есть в Узбекистане. То есть, если есть прямой репост, но без ссылок на, скажем, точнее, даже не репост, лучше сказать, прямое размещение вашего материала на другом ресурсе с указанием другого автора, это и есть присвоение авторства. Пускай даже это урезанный материал и так далее. Здесь вот как раз я на перережении сказал такой термин, как репост. О нем мы тоже должны говорить, потому что текущее регулирование авторских прав, которые есть в наших странах, оно безнадежно отстает от тех реалий, которые есть уже в социальных сетях, от тех реалий, которые есть в интернете. И, конечно же, если мы сейчас посмотрим национальные наши законы об авторских правах либо гражданстве в кодекс, мы не увидим таких вещей, как ретвит, репост и как их оценивать. Это очень сложно, и правоохранительным органам зачастую контент или как-то, скажем, обеспечить бездействие от тех или иных лиц, они используют этот момент, о чем мы тоже должны знать, что ретвит или репост, на самом деле у них есть аналоги в нашем законодательстве, хотя прямо об этом не говорится, это цитирование. Цитирование, оно возможно при соблюдении правил цитирования. То есть мы должны указывать, откуда мы цитируем и кого цитируем. То есть полностью ссылки, которые позволяют идентифицировать. В этом случае цитирование не будет нарушением и, соответственно, репосты и ретвиты нарушением не являются. Но когда мы говорим о репостах или ретвитах, мы подразумеваем с собой ту сеть или, скажем, ту платформу, на которой эти действия осуществляются. И они являются по умолчанию законными. Почему? Потому что когда пользователь, любой из нас, размещает тот или иной материал, скажем, в Фейсбуке, Телеграме и так далее, мы автоматически даем согласие, если только мы не блокируем это, скажем, специальными техническими средствами или, скажем, аппаратными средствами, эти возможности, мы автоматически в силу того, что мы присоединяемся к пользователям соглашению этих сетей, мы уже даем согласие на их цитирование, на их репост. Поэтому это нарушением являться не будет. Другое дело, опять-таки, тут опять-таки тонкая грань между репостом и ретвитом, если мы этот же материал из социальной сети или же с Телеграма будем использовать на каких-то других площадках, то тут уже будет вопрос как раз для авторских прав, потому что пост – это тоже объект авторского права. Понимаете, да, о чем разница? То есть на тех же площадках в формате, допущенном теми площадками, это не будет нарушением. Если мы берем этот же текст, этот же пост на совершенно других платформах и так далее, это может являться нарушением. Это вопрос тонкий. С вашего позволения, я вижу, поступают вопросы. Угу, угу. Я вижу требования к анонимности. Я вас понимаю. Признаюсь, это, наверное, к организаторам вопрос. Так. Ну, я вижу вопросы, которые в основном склоняются к тому, то есть как использовать контент без последствий для себя. Тут есть другой принцип, о котором надо сказать, что у нас у всех есть права, включая права на творчество, на творческую деятельность, на создание, созидательную деятельность, что мы и делаем, да, в рамках журналистской медиа деятельности. Но наши права заканчиваются там, где начинаются права других людей. А права других людей, они охраняются в том числе авторским правом. То есть все, что создано не нами, это объект авторского права. Поэтому, опять-таки, когда мы говорим о использовании чужих объектов, я повторюсь, этого делать нельзя без согласия самого автора. Но означает ли, что всегда нужно получать разрешение? Допустим, на музыку, на видео или на изображение? Есть некоторые исключения, о которых надо сказать. В частности, для легального использования, допустим, аудиовизуального контента есть соответствующие бесплатные базы либо общества, либо, скажем, авторские общества, которые предоставляют доступ к определенным медиатекам за определенную сумму для использования путем встраивания или включения в свой контент. То есть в этом случае, покупая лицензию на использование той или иной базы, там, может быть, фотографии, либо музыки, либо еще чего-то, вы, покупая, скажем так, право доступа к ним, вы уже получаете таким образом очистку этих прав, и дальнейшее отчисление правообладателем осуществляет сама платформа, у которой вы это покупаете, да, тот сервис. Вы же, в свою очередь, уже покупаете очищенные продукты, можете его использовать. Да, таких, на самом деле, сервисов не так много, а те, что есть, они достаточно известны, я сейчас не буду на них останавливаться, потому что что-то появляется новое, что-то исчезает. Вот самое главное тут не попадаться на неких мошенников, потому что я вижу, особенно в российском сегменте, там есть целая группа, там бесплатная музыка для сети, там бесплатная музыка для Ютуба и так далее, на самом деле это не всегда так, поэтому нужно обращаться к крылаю таким надежным источникам для того, чтобы производить очистку прав, и то, что вы покупаете, действительно было, скажем так, добросовестным образом приобретено. Это первый момент. Второй момент, есть определенные объекты, которые выкладываются в сеть с открытой лицензией, то есть на них даже не надо, за них не надо ничего платить, они безвозмездные, и при определенных случаях для тех или иных целей они могут использоваться безвозмездно. То есть в Инстаграме я знаю много таких ресурсов и так далее, их можно использовать, и тут тоже никаких последствий не, скажем, наступает. Вот. Третий момент, это опять-таки это иметь некие пользовательские соглашения с, либо лицензионные соглашения с определенными авторскими обществами, которые есть, как правило, каждый из стран, из которых сейчас присутствуют наши слушатели, несколько таких организаций есть в Казахстане, несколько есть в Узбекистане, насколько я знаю, в Казахстане тоже действуют. Авторские общества, они работают по принципу того, что собирают авторские вознаграждения и потом перераспределяют их среди сказанных исполнителей, среди авторов и так далее. Да, тут много открытых вопросов, очень много судов, многие называют это мутной темой, то есть насколько сами авторские общества имеют эти права, насколько они имеют их перепродавать. Но, по крайней мере, ввиду того, что законодатель устанавливает, что такие общества занимаются очисткой прав, заключают договора с ними, вы, как правило, уже себя обезопасываете на использовании того или иного контента для собственных участников, для собственных проектов. вот. Что еще важно сказать? Иногда бывает так, что при использовании того или иного произведения вы его берете с источников, на котором невозможно определить, кто его автор. В частности, мы знаем, что есть там профайлы, скажем, в том же Фейсбуке, либо какие-то коллективные аккаунты в Инстаграме, которые скрывают первичных авторов, и они под некой рамкой некого издательства либо некой компании, которая не позволяет индицировать, кто это непосредственно автор того или иного произведения. Либо же, когда произведения, скажем так, опубликованы под неким, скажем, псевдоним, или неопределенным пользователем. Это определенная проблема, и это говорит о том, что если вы не можете индицировать пользователей, то лучше такие объекты не то, что не используют. Понятно, что их нельзя использовать. Но даже не вести переговоры, скажем, легальном использовании данных контентов, потому что вы не можете определить, с кем вы общаетесь, насколько то лицо имеет эти права. И тут вопрос, как определить вообще, есть ли провал того лица, с кем вы ведете переговоры на проявление этого объекта, как вообще фиксируется с авторским правом. Это вопрос очень большой, и здесь очень много, на самом деле, скажем так, вопросов, или, скажем, проблем, которые возникают в променительной практике. А именно, первое, это зачастую, в определенных новостных сайтах или каких-то других изданий, зачастую тот материал, который там опубликован, не принадлежит тем лицам, которые делятся на две важные составляющие. И это тоже вы должны понимать. Это, наверное, тоже одна из моментальных вещей. Это исключительные права и неимущественные права. То есть автор что-то создал, он является автором. И право именоваться автором это неимущественное право. То есть он может не иметь прав продавать свой объект или там монетизировать его или еще что-то, но он всегда будет являться его автором в силу создания. Это неимущественный право. И об этом всегда, где бы его не использовался, этот объект, он имеет право требовать, чтобы указывали, что он автор. Но есть имущественные права, это право на коммерциализацию. Если грубо говоря. И зачастую бывают разницы между лицами, кто создал объект и теми, кто имеет право его коммерциализировать. Допустим, не любой журналист имеет право коммерциализировать свою статью, потому что это право переходит в редакцию, в которой он работает. Не любой, скажем, сценарист или режиссер вправе отчуждать или передавать права на фильм или там клип только потому, что он не его снял. На самом деле, да, он является автором или соавтором того, что эти права принадлежат, скажем, кинокомпании, той или иной студии либо иной организации, в которой он является, в котором это лицо состоит в договорных отношениях. Это так называемые служебные произведения. Мы тоже можем много договоров говорить, я в двух словах о них скажу. Поэтому очень важно индустрирует то лицо, с кем вы ведете переговоры. Это очень важный момент. И вообще, вот вам такое также советное, если вы состоите, скажем, в коллективе неких редакций и так далее, этот вопрос всегда должен регулироваться специальными договорами, так называемыми авторскими договорами. Эта тема, наверное, тоже вам потом подумать насчет этого. Почему? Потому что то, что создается, скажем, авторами в рамках авторами публикации, авторами там любого другого контента, они если это делают в рамках тех задач, которые возлагает на них редакция, эти права, имущественные права не передаются редакции, если иной не предусмотрен договор. То есть, если нету соавторства, либо нету иных каких-то договорных значок. Это очень тонкий момент, потому что мы видим, что лицо может покинуть редакцию, может работать как отдельный блогер, но использовать материалы, которые он раньше создавал, скажем, на те деньги, те ресурсы, которые оплачивала редакция, или по служебному заказу, который редакция давала. Поэтому это влечет определенные споры, что требует должного регулирования вообще изначально в рамках трудовых договоров и иных договоров между работниками и работодателем. Пока что мы сейчас в принципе говорим о базовых началах. Если у вас вопросы, если есть, давайте мы их обсудим. А я как раз пройдусь по вопросам, что вы пишете. Мухаммад Али, из неотвеченных вопросов в чате вот я вижу, что спрашивает, можно ли использовать скриншот, то есть в другой сети, то есть, например, из Инстаграма скриншот, где было бы видно автора. Будет ли это нарушением авторских прав или нет? Понятно. Да, тут на самом деле есть еще один очень интересный вопрос. Вообще, как фиксировать авторство в параллельности? Насчет скриншотов, скриншоты, ставки и так далее нарушением авторских прав. потому что вы не знаете истинное волеизъявление первичного автора. Может, он не подразумевал, что там будут какие-то скриншоты, либо он крайне против этого. Мы не можем, никто телепатией не обладает, поэтому не можем предвидеть его волеизъявление, то, которое было на тот момент. Другое дело, что если мы используем этот скриншот для пояснения, что там, допустим, что вы взяли этот материал и эту идею с этого фильма или с этого материала или в основу ваших повествований, неважно, в каком формате вы их введете, было положено, скажем, вот этот материал или я там ссылаюсь на вот этого автора. Да, это есть, это явствует из цели вашего контента и это никак не влияет на имущественные либо неимущественные права. Это можно, опять-таки, делать, исходя из формата, скажем, того формата, что вы хотите довести до конечного слушателя или пользователя. То есть, если это, опять-таки, для пояснения вашего контента это нужно, вы можете об этом упомянуть либо дать на него какую-то ссылку, но если это будет составлять доминирующую часть или будет основу положено в основу, скажем, вашего объекта, то, конечно же, это будет нарушение. Поэтому здесь вот в чем, почему мы сейчас говорим, что много возможных случаев и много различных сценариев, это в том, что объект, не являясь, скажем, каким-то фильмом, либо исследованием, либо еще чем-то, их ценность, она в моменте. То есть, новость, она в моменте, инфоповод, он в моменте. И, как правило, даже если он нарушается, как правило, отсутствуют какие-то судебные споры, либо какие-то вопросы там с Роскомнадзором, или инфоком, или другими агентствами на снятие материалов. Потому что тот или иной материал, как правило, он актуальный ну несколько дней. После этого это уже перестает быть актуальным и перестает иметь определенный коммерческий интерес. Поэтому те споры, которые возникают в авторских правах, они, как правило, либо очень большие, либо их вообще нет. Потому что с точки зрения кост-эффектив это очень мелкое, скажем, дело, или там стрелять пушкой по воробьям, гоняться за мелкими нарушителями. Потому что затраты на защиту права, на фиксацию нарушений, на суды, на вот эту переписку, на юристов, они несоразмерны больше тем последствиям, что вы имеете. Да, для кого-то это вопрос принципиальный, кто-то там в индивидуальных случаях, но в целом, когда касательно бытовых случаев нарушения или там в случае с небольшими аудиториями, скажем, так, изданий, либо там блогов с небольшими аудиториями, эта проблема, она исчерпывает сама себя, и поэтому и нет четкой сформированной практики, что с чем считать. Мы, все, что я говорю, вот это нарушение, так-то не делаете, или есть вот такие негативные последствия, оно основывается на больших прецедентах. Поэтому, как правило, почему много нарушений, и мы можем повторяться много раз, потому что просто Данистский сказал, отсутствие осудимости, это не ваша заслуга, это наша доработка, это как раз-таки это тот случай, что то, что у вас там десятки нарушений, или там, у нас у всех порой бывают неумышленные такие или иные случаи, когда права чужие могут нарушаться, это не заслуга того, что мы делаем все правильно, это то, что за нас все не взялись. Но, как я сказал, что она никогда не работает под соусом, что мы запрещаем что-то запрещенное. Цензура всегда идет по пути, что что-то мешает традиционным ценностям в нашей культуре, что это не свойственно обществу, что это опасно для кого-то, это все делается очень мягко, цензура вообще мягкая вещь. Поэтому авторские права используются в том числе для случаев цензуры, когда очень легко снять объект, потому что вы так или иначе нарушили или заимствовали чужие авторские права, сами того не знаю, но это будет инструментом цензуры запретить ваш контент. Вот, поэтому вопрос тонкий. Тут такой вот момент, как вообще фиксировать авторские права, и это очень важно. Тут что надо сказать? Зачастую люди много говорят о том, вот я вижу, к нам приходят многие блогеры, журналисты, как мне регулярно защищать или фиксировать авторские права. Или вот мы сейчас услышим, как регистрировать авторские права. Тут надо пояснить, что вообще регистрировать авторские права необязательно. То есть нету требований, которые бы говорили о том, что авторские права должны быть зарегистрированы, потому что право авторства возникает в силу того, что вы, в принципе, что-то создали. То есть вы сняли клип, сделали фотографию, независимо от того, регистрировано это или нет. Это мы когда говорим о бытовых случаях. Если же вы хотите, допустим, коммерциализировать свою фотографию, продать ее мне для использования на сайте или в каком-то календаре или в какой-то коммерческой деятельности, либо продать мне клип, либо продать мне песню, либо что-то отчудить, программу, которую вы создали. Скажем так, если вы хотите сделать ее отчуждение, то покупатель или лицензиат, кто берет лицензию на ваш объект, он должен быть уверен, что на самом деле создали ее вы, что ее создал там не кто-то другой, и вы там, присвоив его, продаете его мне, потому что я же не могу это перепроверить. Может быть, это было создано в авторском коллективе, а вы быстрее всех просто выбежали из комнаты и пришли мне сейчас его продавать. И такие случаи есть. И в этом случае у меня должны быть некие гарантии того, что я действительно покупаю чистый объект. Здесь вот коллеги пишут, что плохая связь. Если плохая связь, я постараюсь говорить погромче. И, соответственно, в этом случае как раз-таки вот термин регистрации авторских прав, которая не является обязательно, она как раз-таки служит инструментом для того, чтобы обезопасить либо дать какие-то, скажем, документы, фиксирующие о том, что фиксировать Мухаммад Али, извините, вас перебью. Что-то спасибо. Извините, что перебил. Нет, нет, все нормально. На самом деле я сам себя как раз-таки несколько раз останавливал, потому что я вижу, идет цепочка сообщений, что плохо слышно. И вот. И, соответственно, кстати, вот тут есть очень интересный комментарий, что все это очень интересно, но как-то все мы говорим об общих вопросах. На самом деле так и есть, поэтому мы большую часть, наверное, времени отведем к общим вопросам, но я постараюсь потом осветить ту или иную проблематику, исходя из ваших ответов, которые уже пойдут непосредственно после моего выступления. И, соответственно, вопрос, как эти авторские права фиксировать для того, чтобы подтверждать авторство. И здесь вот как раз есть такой инструмент, который называется депонирование. То есть каждый из вас может обратиться в патентное ведомство своей страны, это может быть Каспатент в Казахстане, Миню в Турбекистане, Кыргызпатент в Кыргызстане и так далее, и так далее, где за очень небольшую стоимость, за очень небольшую сумму на определенном носителе и регистрирующий орган просто зафиксирует, что на такую-то дату, на такое-то время вы заявили себя. То есть никто из регистраторов не может проверить, вы действительно автор или нет, потому что это невозможно. Но он может зафиксировать, что, скажем, на 16.00, 19.00 июля вы себя заявили автором, и пока иной не будет доказано, вы будете считаться автором. Этот инструмент, он пока что... Но тут надо сделать одну пробку. Он эффективен только в наших странах. Если говорить о спорах, которые возникают на просторах YouTube, мета и так далее, о которых мы сейчас говорим, если кто-то отправляет жалобу на ваш материал, либо вы пытаетесь через форму формата «Скажем, обратиться за с той или иной жалобой к платформе», то здесь для Google, для YouTube, для МЕЦА документы или свидетельства, которые выдает так называемый US Copyright Office. Что это такое? В двух словах. Так как авторские права, они наднациональны, в отличие от брендов, от товарных знаков, о которых я тоже сейчас упомяну, достаточно создать объект и зафиксировать его в одной стране для того, чтобы он признавался во всем мире, практически во всем мире. Есть так называемая Беннская конвенция, к ней присоединились порядка 200 стран и, согласно норме этой конвенции, если вы где-то фиксируете авторские права, во всех остальных странах этого будет достаточно и этот документ будет признаваться. Дефакто, на самом деле, признаются только документы, выдаваемые US Copyright Office, потому что каждая страна может это делать самостоятельно и в стране, как я сказал, это будет достаточно, но на международном уровне ввиду сложностей с оправдованием документа, языком этого документа, наличием или отсутствием апостеля, или, тем более, сейчас вот на свете санкционных моментов, которые есть в отношении России, зачастую наши страны получали авторские права в России через так называемое РАО, Российское авторское общество, либо там есть такой Капирус, такая организация, которая выдавала эти документы. Сейчас эти документы не признаются, и я считаю, что это правильно и обоснованно, поэтому моя рекомендация это фиксировать свои авторские права в US Copyright Office. Это очень важный момент. По стоимости это столько же, сколько же вы это будете делать в своей стране, то есть, но с точки зрения ценности и весомости выдаваемых охранных документов в US Copyright Office, кажется, что высший эталон никто еще лучше не придумал. И это достаточно легко сделать, вы можете сделать это даже сидя дома или сидя у себя на работе к своей стране. Это все делается онлайн путем оплаты через карты виза или мастер-карт. И самое главное, что документ, который вам выдается, это делается очень быстро, полностью подтверждает ваши авторские права на ваше произведение, пока иное не будет доказано в судебном порядке. Потому что, повторюсь, никакой регистратор авторские права не подтверждает, он лишь подтверждает время и факт, что вы заявляете себя. Это вот надо понимать. И, соответственно, регулярно мы рекомендуем пул объектов, которые создаются, их объединяются в сборники, и эти сборники регистрировать ее с компанией индивидуально и отдельно. Но, опять-таки, это вопрос коснов, это вопрос стоимостей. Не каждому это по карману, хотя это, в принципе, абсолютно доступные суммы. Если уж вы профессионально этим занимаетесь, и это для вас бизнес, то на этом экономить не стоит. Но в качестве, скажем, рекомендаций, как можно на этом экономить, особенно это актуально для фотографов, для видеоконтента, скажем, или для тех, кто пишет множество текстов, это объединять ваши, скажем, произведения в сборники и регистрируют целый сборник. Да, там есть определенный коэффициент, когда вы делаете сборки к стоимости, но суммарно это, конечно, значительно дешевле, и вы таким образом получаете защиту. Более того, что большой плюс, то, что вы делаете сериозный copyright офис, автоматически попадает в библиотеку Конгресса США. Это, как вы знаете, одна из самых авторитетных и больших библиотек, тем более она полностью цифровизована, и если то, что вы делаете в наших странах, скорее всего, даже в вашем ведомстве, где вы регистрируете, и не найдете через год, а фиксируется, и исследователи, которые в будущем будут сделать какие-то научные исследования или там где-то что-то перепубликовать, они всегда могут на вас ослаться, потому что это Reliable Source, и раз это там есть, соответственно, вы уже делаете обнародование на таких серьезных площадках, поэтому крайне вам советую, вы все это можете делать либо самостоятельно, либо обратиться уже к специалистам. Но это все легко решаемые вещи. Вот. Поэтому, если говорить о том, как быть, вот опять-таки, с использованием объектов и фиксации, и определением, скажем, автора, я рекомендую истребовать или попросить подтвердить, каким образом эти авторские права фиксируются. Это очень важно. Зафиксируем. И о чем важно еще сказать сейчас? Это то, что привыкли о том, что у каждого, когда все писалось людьми, когда все писалось как некими редакциями, авторскими коллективами. Но сейчас мы видим, что многие используют чат GPT или другие, скажем, инструменты искусственного интеллекта, которые переворачивают с ног на голову всю систему вашего правопорядка, в том числе и в YouTube и других сетях. а именно зачастую сейчас имеют случаи ситуации, когда у того или иного объекта нету автора. И такие случаи есть, это последние тенденции, и поэтому как раз таки отвечая одновременно на все вопросы, которые были выше, то есть могу ли я использовать скриншоты, могу ли я брать за них сами из текстов и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что если это касательно стандартных обычных людей, то нет. Если это вопросы созданы искусственным интеллектом, тут есть нюансы. А именно, сейчас текущее законодательство, опять-таки национальное и так далее, однозначно говорит, что автором может быть только лицо творческим трудом, которым создан объект. То есть творческий труд, он присущ только людям. И не человек не может быть автором, читаться автором или иметь авторские права. Поэтому вопрос творческого характера тут есть случай, когда даже объекты, создаваемые искусственным интеллектом, их результат деятельности или тот результат, который они выдают, является объектом от права лица, который эти данные пытаются получить от искусственного интеллекта или чего-то, имеет место быть творческое начало, либо длительная работа, связанная с личностью автора, с его видением, с его корректировками и так далее, и так далее, что позволяет выдать искусственному интеллекту тот или иной результат, то такой объект может считаться объектом матского права, потому что там в большинстве с вами нельзя задавать простые, скажем, вопросы OpenEye или другому искусственному интеллекту, он будет выдавать достаточно хорошую информацию, которая основана на базовых началах, без творческого влечения непосредственно лица, кто-то такое продает. То есть, если бы я перед сегодняшним, скажем, семинаром или лекцией просто написал бы, дай мне формат или, скажем, структуру лекции, как мне выступить сегодня перед журналистами, перед медиа, коллегами, он бы что-то мне выдал. Признайся, я этого не делал, потому что мне перестал как-то нравится тот формат, который, как правило, выдает искусственный интеллект, но если бы я задал себе объект мастерского права, хотя я задал такую поисковую или такую задачу искусственному интеллекту, но если бы я путем конкретизации вопросов, путем просьб или, скажем, обращений в сервис для того, чтобы он уточнял либо изменял тот или иной формат, который я от него жду, то такой объект можно посчитать объектом. Это все очень субъективно, это все очень индивидуально, и зачастую такие вопросы они решаются сейчас в последнее время в судебном порядке. Поэтому проблематика в том, что, во-первых, невозможно определить по внешнему виду, кто является автором, и зачастую даже, когда если то или лицо говорит, что его права нарушаются, вы можете сходить с того, что, может быть, его прав там и нет. Они были созданы искусственным интеллектом, и в большинстве случаев сейчас так и происходит. Почему США и Европейского Союза, они сейчас идут по пути того, что есть даже резолюция парламента ЕС, которая говорит о том, что искусственный интеллект это лишь инструмент для создания объекта, который невозможен без творческого человеческого начала. То есть это то же самое, что если там вы пишете ручкой, или там пишете путем набора текста в компьютер или в систему там Word или там заметки, понятно, что автором не становится эта система или не становится ручка. То же самое в данном случае с инструментом выступает самый искусственный интеллект, и авторами является лицо, которое непосредственно делает туда творческий вклад, творческий характер. Но если творческий характер не явствует, или он нивелирован до самых простых вещей, в этом случае можно квалифицировать совсем по-другому. Есть сейчас вообще очень интересные такие, я думаю, больше скажу сейчас о теоретической части, но ее тоже важно понимать, потому что то, что сейчас теория, завтра будет уже реальностью, и уже мы даже не понимаем, что сейчас возможно в будущем, в ближайшем будущем уже практика идет, создан новый объект авторских прав, такой новый субъект, скажем так, новая личность искусственного интеллекта, что он станет самостоятельным субъектом, решение кому за это платить. Многие создатели искусственного интеллекта, это компания OpenAI, Google и так далее, конечно же, они сторонники того, и YouTube в том числе сейчас идет по этому пути, что то, что создается искусственным интеллектом, должно принадлежать тем людям, не пользователям искусственного интеллекта, а тем, кто создал этот искусственный интеллект, потому что это все возможно благодаря тому, что есть некий авторский коллектив, который создал эту среду программную, этот объект, который позволяет что-то генерировать. И, соответственно, есть тенденция, что они заявляют себя авторами того, что создается на их платформе. Тут есть определенное противодействие со стороны, скажем, творческого сообщества, тех же, скажем, создателей, которые говорят, что нет. Эта ваша система ничего бы не выдавала, если бы мы к ней не подходили творчески и не создавали бы нужным ключи от телена и запроса или не работали бы с этой системой. И поэтому это должно принадлежать нам. Есть сейчас такие судебные прецеденты в Англии, которые говорят, первое, что тот или иной объект принадлежит разработчику, что тот или иной объект принадлежит как разработчику, так и автору. И вы должны быть соавторами. И есть третье, который говорит, что это вообще никому ничего не принадлежит, потому что вы создали бестворческих началок путем мануальных простых введений информации, а это, в свою очередь, не может служить самостоятельным объектом. То есть нет автора, нет охраны, и это является общественным достоянием. Поэтому такие случаи уже есть, и я думаю, как раз и при использовании тех или иных объектов вы можете парировать или использовать в качестве своего аргумента как раз и вот этот вот фактор. Так, давайте сделаем небольшую паузу и пройдемся, наверное, по вопросам. Коллеги? Да, у нас из неотвеченных вопросов. Я, наверное, сейчас говорю просто об очень разнородных вещах. Да, из неотвеченных вопросов, вот конкретный, например, вопрос, как использовать видео, можно ли использовать какую-то конкретную часть. То есть, как я поняла, здесь речь идет о цитировании. Как правильно цитировать на YouTube, чтобы не попадать под блокировки? Понятно, понятно. Ну, минутку. Я здесь повторюсь. По умолчанию чужое видео использовать нельзя. Если необходимо, скажем, непосредственно в том формате повествования, которое вы ведете, подсветить какие-то моменты, даты оценки чему-либо, и для этого, скажем, при этом это, если ваш контент имеет не коммерческий характер, а имеет, скажем, просветительский, новостной, либо какой-то иной, можно использовать какие-то элементы, ссылки на них, ссылки на автора и ссылки на, скажем, источник, откуда вы его заимствовали. Но, опять-таки, тут очень тонкий вопрос относительно коммерциализации и характера использования. То есть, если это новость, и понятно, что это так или иначе с этим связано, с каким-то видеообъектом, то тогда использовать невозможно. Если это только для того, чтобы акцентировать внимание, опять-таки, продвижение своих интересов в том или ином формате, что вы вещаете, то, конечно, это делать нельзя. Я, наверное, сейчас говорю как бы взаимоисключающие вещи, но это надо всегда смотреть интуитивно, исходя, насколько это явствует из ситуации, насколько явствует это из обстановки. Тут есть вот, я даже сделал такие распечатки, она как раз-таки говорит из самих правил, скажем, Ютуба. И тут вот как раз-таки есть такой вот момент, я его сейчас даже дочитаю, что когда возможно использование, добросовестное использование путем там заимствования тех или иных элементов, это, оно возможно, когда произведение, да, используется в информационных, научных и учебных культурных целях с указанием авторства источника. И объем цитируется под манкровками самого Ютуба и самого мета, как раз так и говорил. То есть, если цель публикации не будет достигнута без использования вот этого элемента в формате именно культурных, научных, просветительских формационных применений и ссылки, то это возможно. Если нет, то нет. В этом и суть. В этом и суть. Потому что если вот так вот будет, скажем, правопорядок построен на том, что можно брать чужой объект, вставлять его свой и так далее, это приведет к тому, что не будет стимула создавать что-то нового вообще, не будет стимула создавать объекты. Допустим, если вот я часто студентам, когда захожу на лекции, скажем, по интеллектуальной собственности и так далее, привожу пример того же Гарри Поттера и Джоан Роллинг. То есть, Джоан Роллинг, одна из богатейших граждан, подданных в Великобритании, она коммерциализирует свой авторский труд, да, скажем, вселенной Гарри Поттер, назовем так. И возможно ли это было бы, скажем, наша страна? Да, конечно, нет. Почему требовать компенсации с незаконного использования, публиковать его, получать отчисления роялти от издателей, от фильмов, которые снимаются, да, и так далее. Почему? То есть, у нее есть смысл и стимул что-то создавать, потому что на этом можно заработать и это можно коммерциализировать. И любой из вас, если поставить себя на место лица, да, чье видео было заимствовано, будет думать точно так же. Любой из вас может создать авторик контента, если вы увидите свое видео, свою песню или там свой текст в каком-то видео, которое, условно говоря, создал я и без вашего разрешения его взял и это монетизирует и использует для собственных нужд, я думаю, это будет у вас вызывать желание принять в отношении меня какие-то меры компенсационного характера и компенсировать тот или ущерб или упущенную выгоду, которую вы получили. Может, это даже будет не экономическое, скажем, не экономический ущерб, а некий репутационный. К примеру, да, допустим, я очень негативно порой отношусь к самому иммуненному контенту, скажем, неправильно религиозному характеру или пропагандирующему насилию, или, там, скажем, к определенным пропагандистам, которые сейчас оправдывают те действия, что происходит на Украине и так далее, и так далее. То есть я бы не хотел, допустим, или никто из вас, наверное, не хотел бы, чтобы ваш контент использовался в тех, скажем, видеоматериалах или других материалах, которые они вещают, там, за пропагандой и так далее. Но если исходить из логики, что что-то немножко можно брать и чуть-чуть не считается, то это как раз говорит о том, что вот яркий пример, что тут вопрос не каких-то, скажем, имущественных отношений, это вопрос принципиального подхода и отношения к вещам. Да, к тому, что вы считаете моралью, что вы считаете ценностью. Поэтому, если такие случаи есть, это будет действительно являться нарушением. Другое дело, что если вы оставляете, опять-таки, объекты, которые стали уже, скажем, всеобщим достоянием. Да, это старые, допустим, фильмы, советские фильмы, или узбекфильмы, которые там уже, или, скажем, элементы музыки, которые уже утратили своего автора. То есть авторство, оно не вечно. Кстати, об этом забыл сказать. Хорошо, что вот вы раз акцентировали. Авторство, лицо имеет право быть автором и, соответственно, коммерческое составляющее в течение 70 лет, точнее, при жизни этого лица и 70 лет после его смерти. После этого этот объект переходит уже в общественное достояние. И любой может его использовать в любых целях, в том числе коммерческих. Но, опять-таки, ввиду того, что цифровизация, которая сейчас есть, она появилась там плюс-минус 10 лет назад, и многие объекты, которые мы хотели бы, наверное, использовать, еще не утратили статус объекта авторства права, зачастую это сделать очень сложно. Вот яркий пример. Если вы там звонили в службу поддержки каких-то компаний или в банках, или в аэропортах, или еще где-то, вы можете увидеть музыку Чайковского, Моцарта или какие-то другие мотивы, которые там из народного фолклора, которые там, вы оставайтесь на линии и вы слушаете музыку. Это же не просто так там играет эта музыка. Она играет там потому, что у нее уже нет автора. Ее может использовать любой. Она не порождает каких-то имущественных прав кому-либо. Если вы слышите что-то современное, то это либо приобретенный контент, либо пиратский контент. Поэтому любые вставки, любые, скажем, имитации, имплементации свой контент, это является нарушением, безусловно. Еще вопросы? Еще из вопросов, по которым... Коллеги, меня было слышно? Да-да, вас слышно. Смотрите, еще в чате был вопрос от Муазама. Как защитить свои авторские права? Муазам пишет, что в Ютубе и некоторые легко используют контент, который он создает. Как защитить эти права? Куда обратиться? Что делать? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Здесь я скажу, что Ютуб на самом деле имеет встроенные механизмы защиты. Первое. Ну, во-первых, есть, опять-таки повторюсь, есть встроенные механизмы защиты, есть те механизмы технические, которые вы можете использовать самостоятельно. Самый простой способ защиты авторских прав это маркирование авторских прав. То есть зачастую вы можете через технические средства, если у вас видеоконтент, назовем их там, скажем, водяные знаки или еще что-то, которые явно будут говорить о том, что этот контент украдят. Да, если он используется на других площадках. Конечно, это многих не останавливает, и они продолжают кратить, но такое возможно. Вот. Это первый момент. Второй момент – это то, что в Ютубе есть такой сервис, который называется Content ID. Это очень хорошая вещь, но вот у него есть один недостаток. Чтобы начать им пользоваться, ваши права уже должны быть несколько раз нарушены. То есть вот как раз есть, сейчас вот слушатель сталкивается с ситуацией, когда его объекты регулярно, скажем, заимствуются на тех или иных площадках, используются в виде вставок, либо полностью, скажем, да, путем плагиата, то он может подать соответствующий комплайнт Content ID. Вы просто, если даже в Google наберете, вы это увидите, как это сделать. И Google, проведя собственное такое автоматическое, скажем, мониторинг исследования, если он выявит, что, да, действительно, те или иные объекты уже несколько раз были заинствованы, и уже ваши будущие объекты, и этот текущий объект, который вы заявили в качестве первичного, свою базу, и когда потенциальный нарушитель будет загружать объект в будущем, скажем, на свой канал, на своей площадке, YouTube уже не даст ему это сделать, потому что он будет видеть, что этот объект регулярно нарушается, он регулярно заимствуется, и, соответственно, он будет на это реагировать автоматически. То есть недостатки его, что уже должны быть нарушения. Это невозможно сделать с контентом, который с нуля идет. Вот. Но... Простите. Но если, опять-таки я повторюсь, есть единичные случаи нарушения, опять-таки тут надо зафиксировать свой объект, либо продемонстрировать наличие авторских прав, там обратиться в службу поддержки, а есть там такой комплайнт, раздел комплайнта, где есть подача жалобы по авторским правам, вы можете обратиться туда, дать пояснение, подтверждающее ваше авторство, и тогда в ручном порядке Google, да, это займет некоторое время, этот вопрос рассмотрит, обратится к нарушителю, но если нарушитель скажет, что нет, я не признаю, это мой объект, то тогда Google просто поставит этот вопрос, скорее всего, на так называемый пендинг, на рассмотрение, скажет, товарищи, рассматривайте дело в судебном порядке, потом как там определитесь, принесете мне решение, как там будет написано, так я и сделаю, грубо говоря. Вот. И такие случаи есть, потому что мы видим, такой даже вот сейчас в интересах одного из наших доверителей есть судебный спор, и вообще случай как раз с Apple Store, когда спаривается права, авторские права на логотип, иконки для, скажем, программного продукта, для мобильного приложения, когда одни товарищи говорят с ним уберите его с Apple Store, потому что он нарушает наши авторские права, мы говорим, что нет, он не нарушает, и ввиду того, что есть у каждого своя правда, и каждый приносит какие-то документы, Apple говорит, товарищи, я сейчас все это ставлю, замораживаю, вот вам срок, вы решаете вопрос в установленном порядке, поэтому, опять-таки, все случаи разные, но те технические средства, которые есть в YouTube, они так или иначе позволяют уже на базовом уровне реагировать. Можно говорить, что есть еще даже отдельный, вот в самом YouTube, так называемый Digital Millennium Copyright Act, это процедура DMCA, да, она тоже позволяет, если вы обращаетесь с определенной жалобой в YouTube, где говорится, что ваши права нарушены, они могут применить это так, хотя он чисто американский этот, нормативный акт, но так как YouTube контент, он присутствует во всех странах, и соответственно, ваши права могут потенциально нарушаться даже на территории США, авторские права, они на национальные, то соответственно, этот механизм также позволяет, так или иначе, способствовать блокировке недобросовестного контента. Повторюсь, это не решает все вопросы, много индивидуальных случаев и много индивидуальных случаев пресечения и восстановления прав. Я думаю, это надо смотреть каждый раз отдельно. Мы сейчас говорим о неких базах еще. Здесь вот поднял руку слушатель Тимур Елдашев. Да, здравствуйте. Приветствую вас. Я журналист Тимур Елдашев из Фергане, издание Вопрос следующего содержания. А можем ли мы считать научные статьи авторов, которые защищают там, ну, просто научные там, статьи медиков, других исследователей, которые публикуют на каких-то научных ресурсах, научным языком, мы их обрабатываем, на нормальном языке, превращаем их в ту или иную новость. И в некоторых случаях, к сожалению, к нам идут претензии от этих авторов, почему вы с нами не согласовали данную публикацию. Но мы им говорим, что вы же опубликовали официально ваша работа научная висит вот на этом сайте. Это уже общественное достояние. Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали этот вопрос. Хороший вопрос. Спасибо, спасибо. Хороший вопрос. На самом деле, вот он как раз-таки подчеркивает логику, наверное, мышления 99% пользователей этой информации. И она абсолютно объяснима. То есть, на самом деле, то, что она размещена на общедоступных ресурсах, не делает ее общедоступным достоянием. Абсолютно. В этом, наверное, и суть. То есть, если могу провести аналогию, там, голливудская компания сняла фильм, и он через несколько дней появляется на пиратских таррентах до того, как он вышел, допустим, в официальный прокат, наличие его в интернете же не делает. Это вообще достояние. и можете скачивать, и ничего никому не платить. Например, или музыка. Как раз-таки это вот яркий пример аналогии. То есть, если научные изыскания опубликованы на специализированных ресурсах, да, как правило, специализированные ресурсы, на то они и научные. И, соответственно, прямое заимствование информации, скажем, из статей, либо даже копипаст этих статей, републикация этих статей, это будет прямым нарушением авторских прав. Потому что обнародование не подбивает ее передача вообще доступная, скажем, для всех возможностей ее использования. Другое дело, что если вы, опять-таки, публикуете некий материал, где делаете обзор каких-то там обзор средств предохранения тех же видов заболеваний, либо борьбы с последствиями тех или иных заболеваний, или там какие-то способы лечения, это отдельное регулирование, лечить по интернету, там это уже законодательство регуляторика здравоохранения, совсем другая тема. Но если, тем не менее, вы делаете некий обзор на ресерч и публикуете его или снимаете соответствующее видео, то тут, опять-таки, есть нормы, которые говорят о добросовестном использовании в рамках цитирования. То есть вы можете, копируя ее всю, либо делать ссылки на того или иного автора и на то иное издание, в котором оно есть, но исключительно для того, чтобы это не было доминирующим элементом вашего материала. То есть если ваш материал на ту или иную проблематику, где вы используете того или иного ученого, скажем, его высказывание либо воззрение, то это не должно быть, что там в статье речь полностью скопипасте на воззрение ученого и его выводы и какой-то последний абзац ваше резюме. Это очень, опять-таки, видите, мы сейчас говорим о субъективных оценках, поэтому законодательство исходит из того, что есть критерии должного использования. То есть если для вашей статьи нужен там обзор пяти авторов или пять точек зрения на ту или иную проблематику, да, это возможно путем цитирования, путем ставок там тех или иных элементов. Но если речь о том, что эта статья положена в основу, никаким общественным достоянием это не является и это будет действительно является нарушением и потерпевших, скажем, автор, но в этом случае понятен. Я надеюсь, смог ответить на ваш вопрос. Здесь я вижу тоже очень интересный такой вопрос. Можно ли создать свой YouTube Узбекистана? Ну, наверное, это вопрос технический. Можно ли его создать? Ну, во-первых, это не будет YouTube. YouTube на то и YouTube, что он один. Да, и поэтому это может быть некий стриминговый сервис там для видеохостинга и так далее. но уже само, скажем, желание создать YouTube в том виде, как является YouTube, это уже есть нарушение авторских прав, потому что даже, скажем, попытки создания один в один того или иного ресурса, сейчас, допустим, в России пытаются создать там каналы крутого, да, или еще что-то там. Понятно, что все эти попытки обречены на провал, потому что для времени, потому что YouTube и современные все технологии, они построены на самоучении, которые не может быть сил моментального создания все это заработать. Ну и опять-таки, вот я, недавно мы даже в коллективе читали новое, что в Узбекистане пытаются там некие товарищи, вдохновившиеся идеей президента о создании миллиона кодеров там или стипендиям, или годом национальным разработчикам создать в Узбекистане аналог Microsoft Word. Но это то же самое, что сейчас заново изобретать велосипед. Зачем создавать аналог Word, если есть Microsoft Word или там ближайшие другие программы, там Patch и так далее, и так далее. Ну, понятно, что это абсурд. И, конечно же, любые такие попытки, я думаю, объективно провальные, ну, если они ставят задачу там, скажем, заимственные средства из бюджета либо иного финансирования, к которому мы привыкли, я думаю, эта идея вряд ли сработает. Но, опять-таки, это вопрос технический. Коллеги? Участники, если есть у кого-то еще вопросы, Ада, вот вижу у Шухратова вопрос. Шухрат? Мухаммадали, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос, понятно, что сейчас ютюбом в Узбекистане очень многие журналисты этим занимаются, особенно филансеры. Можешь рассказать, какого рода нарушения существуют в Узбекистане? Может быть, какой-то пример кейса вы расскажете очень коротко? Спасибо. Вопрос хороший. На самом деле, если бы, допустим, я бы мог точно сослаться на тот или иной судебный прецедент, который есть в Узбекистане или даже в Казахстане, где мы тоже активно работаем сюда, я бы, наверное, его привел, признаюсь, но в чистом виде случаев, связанных с использованием Ютуба, он неизвестен, признаюсь. есть аналоги с судебными делами, где можно провести аналогию, потому что то, что относится к примеру, но они связаны не сколько с авторскими правами, сколько связаны с случаями, скажем, распространения недостоверной информации либо потенциального причинения ущерба чести достоинства путем распространения дефамаций, то есть использование тяжелого изображения и так далее, и так далее. Это отдельный пласт, наверное, я его сейчас не затронул в рамках сегодняшней дискуссии, но если вопрос подняли, на самом деле это вопрос актуальный. Вот что важно понимать, наверное, журналистам или там как раз творческим деятелям, кем вы все являетесь, это то, что самое главное, вот яркие примеры, и это дело, чем мы очень гордимся, это дело, наверное, вы слышали экономиста Юлии Юсупова, когда это дело этого года, дошедшее до Верховного Суда, будучи творческими личностями, своих публикациях, своих материалов, своих исследований, даем некое собственное мнение, свою оценку. По крайней мере, мы должны это делать, если мы делаем свою работу хорошо, если мы не занимаемся копипастом. И суд дал очень важную оценку, что мнения, которые излагаются, оценочные мнения, особенно оценочные мнения, которые излагаются, скажем, автором, исследователем, это может быть, журналистом, блогером, и так далее, и публикуются на техниках площадках, если они являются исключительно мнением автора, без не носящих, скажем, какой-то характер преступной деятельности и так далее, то они не могут учить их лиц, либо причинять ущерб деловой репутации. То есть, если, грубо говоря, вы можете дать оценку, вы полагаете, что деятельность той или иной компании могла была быть лучше, скажем, или я считаю, что есть вот такие-то недостатки, грубо говоря, сейчас говорю, утрированных примеров, то такие выражения не могут быть положены в основу предъявления вам какого-то обвинения. Если же вы своими действиями, скажем, имеете прямую клевету, которая не соответствует деятельности, то есть, организация была освещена столько-то миллионов долларов, а на самом деле этого не было. Да, это является нарушением, это уже и клевета, и распространение чести, учащиеся, достоинства, деловой репутации и так далее. Но если вы даете оценочное мнение относительно своего мнения о тех или иных явлениях без конкретизации этих вот элементов, это нарушение не является. Это очень важно. Почему? Потому что как раз-таки элементы цензуры, элементы блокирования свободного мнения, они, я спрежу говорю, они всегда мягкие, они редко, когда у вас приходят прямо на ручниках куда-то будет. Это все делается другими инструментами. И один из таких, когда вот яркий кейс Исупова, это как раз-таки то, что организация, будучи марионеткой, будучи инструментом в руках других людей, как раз-таки пыталась все это в судебном порядке опровергнуть и запугать, скажем, исследователей, наложить на него кучу обязательств, денежные определенные взыскания. И мы очень гордимся тем, что как раз-таки сейчас журналистское сообщество, открытое общество, которое мы строим, оно может использовать этот прецедент, оно может использовать эти факты для обоснования в своей позиции. Случаи есть, такие рецидивы есть, такие случаи будут иметь место быть. И это очень важно. Либо, если говорить опять-таки о спорах, связанных с авторскими правами, тоже вот известный спор, связанный тем или иным лицам, либо же это принадлежит, скажем, тем или иным организациям. Это как раз-таки вопрос правильности оформления авторских прав между журналистом и издательством, журналистом и масс-медиа, между художником и заказчиком. И таких примеров может много быть. Это вопрос как раз-таки кому постоянно очень известный историк, по-моему, его фамилия Хидаятов, я сейчас не вспомню. И я думаю, многие из нас, кто гуманитарий, учились по его учебникам, историю Узбекистана и так далее. И был как раз спор по авторскому вознаграждению между его наследниками и издательством, которое публиковало эти учебники. Вопрос принадлежности как раз, кто владелец авторских прав на содержание учебника. Поэтому мы можем провести такие же аналогии и с Ютубом и со всем остальным. Другое дело, что я повторюсь, что ввиду того, что в случае с новостными, скажем, каналами, основными это все очень мимолетно и утрачивается ценность, многие вещи до судов не доходят и разрешаются исключительно путем подачи жалоб через процедуры самого Ютуба или Инстаграма того же. Но до судов, как правило, ничего не доходит. У нас вот были на практике случаи тоже в прошлом году очень интересные случаи, когда определенные мошеннические организации, структуры наши создавали в Инстаграм, в Телеграм фейковые каналы, которые осуществлялись брендов, либо там доставки известной сети общепита, которые на самом деле не имели никакого отношения к этим сетям, занимались тем, что действительно порой привозили, скажем, продукцию с тех или иных сетей, но путем вложением сверху маржей, на самом деле эти сервисы оказываются бесплатно и так далее, и так далее. И вот как раз-таки путем использования элементов товарного знака, путем использования элементов автоских прав мы смогли через администрацию Инстаграма, через администрацию Фейсбука, через центр рассмотрения споров Телеграма блокировать эти каналы. Через инструменты, которые предоставляют регуляторы Zinfo.com мы смогли блокировать интернет-стороницы, а социальные сети уже через свои формы общения, свои формы контакта. Поэтому инструментация с управлением сложно, все это очень важно, все это нужно. Другое дело, что это надо, как и скальпель, применять очень точечно, очень аккуратно, шашкой не махать, а использовать применительно в той ситуации, которая я стою на тот момент. Спасибо большое. Я надеюсь, можно написать проблематику, которая есть сегодня. Да-да-да. Спасибо. Мухаммадали, вот здесь Мазан, участница, вебинара, она задает вопрос. Если будет решение для монетизации YouTube, можно ли перенести, допустим, другой контент YouTube, который открыт за рубежом в Узбекистан. Примерно так вот я правильно перевел. Да, вопрос на самом деле достаточно глубокий, как бы корпус, что сейчас ситуация такая, что контент, который есть на канале слушателя, скачивается и используется где-то на других площадках или других местах. Это вот опять-таки вопрос такой, что есть наднациональное регулирование путем обращения через сами инструменты YouTube, да, Content ID, через форму обратной связи, подачи жалобы для того, чтобы этот контент был снят. Но наряду с этим есть инструменты, которые предоставляются национальным законодательством. Допустим, в Казахстане, в Узбекистане есть очень хорошие правовые нормы, которые позволяют в случае нарушения авторских прав, если, допустим, Муазам видит, что ее, допустим, канал кем-то, не канал, скажем, а то или иное видео, тот или иной контент кем-то украден, она может зафиксировать это нарушение. Как это делается, это и в Узбекистане, и в Казахстане это возможно сделать нотариального осмотра сайта или нотариального осмотра страницы. В Узбекистане сделать это сложнее, но в Казахстане это сделать очень легко, и мы даже рекомендуем порой и в случаях нарушения прав в Узбекистане делать нотариальный осмотр страниц в Казахстане. То есть мы можем это организовать, и все действия, которые осуществляются в Казахстане, в Узбекистане также будут, потому что в силу конвенции, так называемых, которые есть в СНГ, нотариальные действия они признаются, и нотариус может осмотреть, скажем, ту или иную страницу, зафиксировать, что там есть ту или иную контент. Это на тот случай, потому что когда нарушитель узнает, что в отношении его осуществляются какие-то деятельности, там через пару секунд этот контент пропадает, и вы его уже не восстановите. Вот чтобы такого не было, прежде чем что-то начинать, нужно нарушение зафиксировать путем нотариального осмотра. И даже если он в последующем будет удален, это уже не будет иметь никакого смысла. У вас уже будет документ, фиксирующий, что на такую-то дату он уже был. И обратиться в соответствующий орган, это может быть в случае с Казахстаном в Департаменте юстиции, в случае с Узбекистаном это также органы Министерства юстиции, которые, во-первых, обяжут убрать этот контент, если это возможно, это предписание исполнения в Узбекистане, есть нарушитель в Узбекистане. А параллельно с этим уже можно судить, хотя суммы, скажем, не самые впечатляющие, но они носят воспитательный характер, плюс-минус 2, 2,5, до 5 тысяч долларов, как правило, практика есть в заскании этих сумм. И это причем докажет, соответствующая прогрессия можно увеличить. Поэтому, да, практика судебная только строится. Там и узбекистанским, и казахстанским судьям очень сложно понять, как, почему просто простое копирование, и компенсация может быть несколько тысяч. Но, тем не менее, как говорится, время идет, практика меняется, мы с судьями тоже работаем, и вообще, скажем, строим эту судебную практику. Поэтому, скажем так, надо делать хоть что-то. То есть вот как, есть такое известное выражение, почему должно общественное, скажем, гражданское общество, почему же журналистское сообщество должно заниматься тем, что оно занимается, даже несмотря на то, что идет борьба с ветряной мельницей. Потому что то, что от нас хочет, скажем, режим, то, что от нас хочет, скажем, то, против чего мы волимся, это то, что мы ничего не делали, на подавление любопытности, в неверии так, что от тебя ничего не зависит. И если каждый случай, он будет, не будет оставлен без должного внимания, без рассмотрения, без реакции, правовой реакции, то эти случаи будут продолжаться, и это будет массой. Если же нарушитель будет видеть, что за этим кто-то стоит, этим вопросом занимается, то среди нарушителей сарафан на радио работает очень хорошо. Все это постепенно сойдет на нет. Ну, понятно, все случаи опять-таки разные, но, как правило, такие случаи значительно уменьшаются, если в отношении этого понимать, что нет. Поэтому главный, наверное, критерий любого нарушения – это неотвратимость наказания. То есть если будет неотвратимость, пускай даже небольшая будет компенсация, или, скажем, небольшая реакция, но главное, чтобы она была неотвратимой регулярной, то это в совокупности будет воспитывать все общество, все комьюнити на то, чтобы таких случаев было мало. Потому что в качестве потерпевшего может быть каждый из нас. Коллеги? Да, спасибо, Мухаммад Алей. Действительно, хотела, если можно, добавить, что, ну, это не касается Ютуба, но в Казахстане вот был кейс, когда известный фотограф, он фотографирует, ну, пейзажи городские, и был известный очень кейс, возможно, вы о нем слышали, когда фотограф отсудил порядка двух миллионов тенге, это сейчас где-то 4-5 тысяч долларов у редакции за использование своего фото, и после этого я знаю, что многие редакции у себя ввели как бы политики и пересмотрели то, как они берут фотографии. Вот, то есть это очень важно, действительно, если вы видите, что ваши права нарушаются, об этом заявлять, используя инструменты, которые у вас есть. Вот. И я хочу сказать, что у нас, к сожалению, время подходит к концу. Вот. Мухаммад Али, если есть какие-то неотвеченные вопросы, я думаю, на один еще вопрос мы можем ответить, либо уже отпустим нашего эксперта. Если у вас есть какие-то вопросы, участники, вот у вас последний сейчас шанс воспользоваться, задать эксперту вопрос. Нет. Я думаю, шанс не последний. Нет. Я имею в виду в рамках вебинара. Шансы должны быть всегда, и как раз таки, наверное, наша... Да, да. Я, конечно, я утрирую, я утрирую. Безусловно, мы всегда открыты на диалог, мы всегда готовы поддержать, причем и текущие наши лекции абсолютно пробованы. То есть мы делаем это на безвозмездных началах, мы рады поддержать гражданское общество, мы сами пытаемся быть его частью. Если мы готовы в рамках разумности, ну, в разумных пределах, конечно же, оказать, оказать все необходимое содействие, вот, может быть, нужно какая-то более глубокая экспертиза, мы ее тоже можем предоставить. Поэтому я думаю, контакты есть, вот как раз с кем можно даже перейти по той же ссылке, что вот ранее мы ее замещали, обратиться туда. Может быть, там не сразу, прям не в минуту-минуту, но через некоторое время мы с обратной связью выйдем, и будем рады, если чем-то можем помочь в ваших начинаниях, это сделать. Почему? Потому что это важно. Практика сама по себе не придет. не общаясь, мы, я думаю, чего-то заснимут, не с него, что мы сегодня обсуждали, это будет положительный вклад в вашу работу, это значит, что все наше общество приобретет значительно больше. Поэтому мы открыты. Да, спасибо вам большое, Мухаммад Али. Я вижу... Вам спасибо за приглашение. Да, вас участники тоже благодарят. Спасибо, было очень полезно. И вот я еще раз поделилась экраном. Пожалуйста, участники, кому важно, сохраните себе контакты. Вот. И до связи. Я лично резюмирую, с вашего позволения. На самом деле, мы, конечно же, не углубляли проблематику с точки зрения конкретных кейсов, конкретных случаев. Мы действительно сейчас с Голубом прошлись по общим нюансам, по общей проблематике, которые есть, которые позволят, в принципе, получить понимание регулирования авторских прав и, в принципе, понимать, что можно, что нельзя, что светлое, что темное. Поэтому всем оставаться как бы на светлой стороне силы, используя только правовые инструменты. И это как раз таки то, что делает нас с нами. Именно все это делать правильно в условиях, когда все это тяжело. Поэтому давайте работать. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо всем участникам, что подключились. Запись мы опубликуем позднее на YouTube. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...